Уважаемые коллеги, доброе утро. Утро вас приветствует брокерская компания Китфинанс. Меня зовут Василий Токиенко. И мы начинаем наш утренний видео-брифинг эспрессо. У нас есть 20 минут почти перед открытием торгов в Москве. И, соответственно, мы можем поговорить о том, что происходит в мире. Перед открытием торгов в Москве обсудим кассировки, повестку дня и то, где ждать индексы на открытие и на закрытие сегодня. Сегодня у нас, напоминаю, какой день недели, это среда. Нет, четверг. Что-то я отстаю от жизни. Сегодня у нас четверг, 28 марта. И мы начинаем. Напоминаю, эспрессо это первый из видеобрифингов, который мы в Китфинанс подготовили для вас. Сегодня далее стандартное расписание. С ним вы можете ознакомиться на нашем сайте www.brokerkorov.ru Сейчас на экране появился мой рабочий стол и терминал Bloomberg. Так что предлагаю, не откладывая в долгий ящик, переходить к обсуждению цифр. Итак, давайте начнем с закрытия среды в Нью-Йорке. И здесь мы видим разнонаправленную динамику. Американские индексы закрылись по разную сторону от нулевой отметки. В нуле S&P, в минусе Dow и NASDAQ плюс 0,13%. Объемы скорее небольшие, но все-таки неприятная динамика. Из не очень хороших новостей отметим цифру по незавершенным продажам на рынке жилья. С одной стороны, здесь скорее большую роль играет высокая база предыдущего периода. Поэтому цифры не такие пугающие. Более важная цифра – это еженедельные данные по запасам нефти в Соединенных Штатах. Они выросли на 3 миллиона. Большое движение. Хотя там и бензин снижался. Но, тем не менее, по сыру нефти очень неприятная ситуация. В верхней части среднестатистического диапазона, соответствующего этому сезону, сейчас находятся запасы по нефти в Соединенных Штатах. И это фактор, который является негативным для нефти. И, в конце концов, пока рынки не смотрят на фундамент американский, рвутся вверх. Но, думаю, что в какой-то момент с нефтью могут возникнуть неприятности. В какой-то момент, я думаю, что это произойдет у нас где-то во второй половине мая, когда у нас начнутся пики по обсуждению вот этих вот вещей, связанных с недорешенной частью бюджетного обрыва и потоком государственного долга. Но пока мы на фундамент по нефти внимания не обращаем. Мы, я имею в виду, рынок. Прежде всего, рынок нефти. Так, вот таким образом завершилась у нас среда в Нью-Йорке. И на этом фоне Азия торгуется движение вниз. Больше процента теряет Токио. Гонконг в минус процент. Материковый Киктай в минус 3 процента. Тайвань в треть процента. Сеул в минусе. Сидней в минусе. В общем, вся Азия активно продает. И главная тема, которая сегодня утром обсуждается, это открытие банков на Кипре. И, соответственно, все ждут, что же за реакция у нас последует за этим. И каковы будут балансы банков после открытия. Удалось ли там тайным образом вывести деньги за одним числом или не удалось. И вообще, что за, какой банковская система предстанет, ну, что называется, после ядерного взрыва. Посмотрим. Вот. Ну и, собственно, это, наверное, и главный фактор тревоги, который сейчас давит на рынке вниз. Так. Фьючерсы на американские индексы появились на ваших экранах. И я запускаю традиционно наше голосование. Перед этим первый вопрос. Уважаемые коллеги, ваше мнение на открытие индекса МВБ. Пожалуйста, голосуйте и через несколько минут подведем итоги голосования. Итак, к цифрам. Минус пятую или третью часть процента теряют фьючерсы на индексе до минус 0.26, 0.39 S&P и 0.28 в NASDAQ. Внутри дня S&P выглядит следующим образом. Здесь видно, что... Видно, ну, давай, друг. Видно, что в начале была попытка торговаться даже чуть выше нуля, но потом в районе 4 часов утра на рынок пришли продавцы. И сейчас мы торгуемся около нижней границы торгового диапазона. Да, мы нашли определенную поддержку, но, в общем, уровни, конечно же, неприятные. Плюс к этому в минусе у нас находится футсия на пятую часть процента после вчерашнего движения вниз. Это нам говорит о том, что Европа вполне возможно будет открываться движением негативным. Соответственно, это тоже неприятный факт. К рынку сырья переходим. И здесь ситуация скорее обратная. 110 долларов за баррель стоит нефть марки Brent. Как уже сказал, несмотря на вчерашнюю плохую статистику по запасам на американских нефтебазах, к нефти WTI и Brent идет вверх. И это странно. При дорожающем долларе, при падающих equities и при таком тревожном отношении инвесторов к текущей макроэкономической ситуации. Вроде как последние цифры по макроэкономике заставляют нервничать. Пока еще больших поводов для паники нет. Но есть некоторое непопадание в прогнозе, кстати. Давайте посмотрим. Это индекс, отслеживающий, соответственно, попадание или не попадание прогнозов в цели по американской экономике. И здесь мы видим в последнюю неделю вот такая вот нарисовалась фигура. Я думаю, что она еще немножко дополнится последними данными после того, как индекс пересчитают в сети групп. И, соответственно, вот здесь некоторый повод для беспокойства. Хотя в целом мы выше нулевой отметки. Это значит, что макроэкономика выходит лучше ожиданий. Так, вернемся к сырью. Вернемся к сырью. Золото растет. 1605. Все боятся и покупают золото. И медь стоит на месте. В общем, я бы сказал, что... Нет, не на месте. Спадает уже треть процента в минус. Как-то я упустил этот момент. Треть процента. То есть медь присоединилась к распродажам. И это еще один фактор, заставляющий усомниться нас в глобальности тех процессов, которые мы видим в золоте и в нефти. Там какие-то свои локальные вещи, кстати, ОПЕК. Давайте посмотрим, что тут с добычей по ОПЕКу. С добычей по ОПЕКу нет. Не обновляли цифры. Поэтому здесь вроде ничего интересного. Так, ну и для того, чтобы завершить с внешним фоном, давайте перейдем к валютному рынку. Здесь у нас активно покупается иена. Правда, немножко растет и евро. Но продается американский доллар. Соответственно, ну, я бы все-таки охарактеризовал эту цифру как легкий уход от риска. Потому что евро растет после вчерашней хорошей коррекции. Вот так за три дня выглядит пара евро-доллар. Тоже вчера, после того, после 12 часов, соответственно, после открытия торгов в Европе, евро ушло вниз. И сейчас просто небольшое движение коррекционное. Поэтому скорее нейтрально-негативное нам дает сигналы рынок валютный. Таким образом, сегодня утром на открытии торгов в Москве я бы ждал, ну, наверное, это можно назвать нейтрально-негативного движения. Думаю, что если даже и нейтрально откроемся, то в первой половине дня медведи будут все-таки посильнее. Вот таким образом выглядит индекс ММВБ с точки зрения графика свечного. Последние три дня, называется, четвертые сутки пылают в станице. Продолжаем мы движение вниз. Движемся в ниже 200-дневной скользящей средней. Не останавливают нас никакие поддержки. Мы их прокалываем. Вчера, правда, вот минимумов отскочились, закрылись в плюсе против позавчерашнего дня. Сегодня вечернюю сессию продаковали без какого-то особого тренда. Но сегодня, судя по всему, будем начинать день с продаж. И, судя по повестке дня, все-таки сегодня день будет скорее без трендов. И даже я бы не так сказал сейчас. Сейчас вроде как идет разговор об открытии банков на Кипре. Соответственно, каких-нибудь неприятных сюрпризов, наверное, будут ждать и волнений. Игроки, ну, по крайней мере, внимание будет приковано к тому, что будет происходить в этом гастроостровном государстве. Так что в первой половине дня скорее негативные новости нас ждут. Но вторая половина дня это заявки на получение пособий по безработице, которые нас скорее радовали. И самое главное, в 16.30 выходит американский ВВП. Американский ВВП. Последняя оценка по четвертому кварталу. Соответственно, мы помним динамику экономическую в четвертом квартале. Все замерло в ноябре, но постепенно оттаивало. К декабрю, соответственно, такая восходящая динамика нам говорит о том, что каждая последующая оценка, ну, это не обязательно, естественно, характеристика такая, тенденция, соответственно, ВВП будет пересматриваться в сторону улучшения. Соответственно, начали с минуса, потом переоценили в плюс 0.1. Сегодня я думаю, что плюс 0.5 вполне можем получить. Если так, то это будет хороший повод для того, чтобы отскочить от минимумов дня. И, соответственно, день у нас получится такой во вчерашнем диапазоне. Вот так выглядит профиль рынка. Соответственно, сегодня начинаем от 1425 и вниз. Здесь основная поддержка на уровне 1412. Может быть, до 1410 уйдем. И, соответственно, дальше на американских данных в районе 16.30 возвращение в сторону 1425. Так что мои ожидания на сегодняшний день 1410 пунктов и, соответственно, 1425 сверху. Вот такие соображения. Может быть, даже на самом деле повыше 1428. Что-то в этом роде. Но день, не думаю, что будет уже очень волатильным. Если и будет волатильным, то волатильность скорее вниз в сторону продолжения вот этого очень неприятного и не совсем для меня понятного тренда. Не совсем понятно, на чем продаем. Так что скорее, скорее, скорее надо будет сохранять бутительность сегодня, сегодня днем. Вот такие пироги. Итак, по открытию результата опроса на ваших экранах. У нас еще есть несколько минут, соответственно, перед открытием торгов в Москве. Я запущу... Так, ну давайте прокомментируем... Прокомментируем... Па-па-па-па-па-па. Голосование. Большинство 33% третьих, принявших участие в видеубрики, смотрят вниз. Я к ним присоединяюсь. Так что думаю, что рынки увидим внизу. И вторая часть нашего опроса. Закрытие индекса МВБ. Пожалуйста, коллеги, голосуйте. Призываю всех проголосовать побыстрее. И мы тогда приблизимся к завершению нашего видеобрифинга. Так, в чат смотрю, вроде ничего интересного нет. Тогда давайте о ближайшей перспективе еще поговорим. Ближайшая перспектива, это я имею в виду до конца недели. Сегодня последний день хорошей ликвидности. Надо учитывать, что в пятницу у нас, соответственно, страстная пятница по грегорианскому календарю. Наши коллеги готовятся к Пасхе. Соответственно, многие биржи будут закрыты. Да, на самом деле, не многие. Только вот я смотрю в расписании. У меня закрыты Новая Зеландия, Австралия. А, ну, Германия, Франция. Почему нет? Нет, Германия закрыта. Франция. Франция вроде нет. Хотя, почему нет? Католики должны праздновать. В общем, пятница у нас день пониженной ликвидности, поэтому сегодня скорее будем фиксироваться перед длинными выходными. По Соединенным Штатам пятница, соответственно, банковский день работает. У нас будут и статистика, и, соответственно, рынки в облигациях. Акции будут закрыты. Финчерсы будут работать, я надеюсь. Вот такие дела. Завершаю опрос по вашим ожиданиям по индексу ММВБ. Сейчас компьютер подведет итоги этого голосования. И, соответственно, мы сверим часы с вами. Итак, следующее распределение вероятности у нас получилось. Большинство ставит на продолжение движения вниз 24%, 20% за отскок, за продолжение той динамики, которую мы начали наблюдать вчера вечером, и за боковую динамику, соответственно, 13%. Я думаю, что индекс к вечеру мы увидим в нуле в районе 1425 пунктов по индексу ММВБ. Вот такое мнение. На этом буду завершать. Всем большое спасибо за участие. Увидимся с вами завтра на видеобрифинге Эспрессо, как всегда, в 9.40 утра. Всего доброго. До свидания. Да, коллеги, про ставки сделаны. Видеобрифинг ставки сделаны сегодня будет. Пожалуйста, смотрите на нашем сайте. Просто у нас коллеги повысили лимит по посещаемости и перешли на новую платформу WebEx. Так что смотрите на сайте, там другая ссылка, не наша, с которой мы сюда подключаемся, а, соответственно, другая. Так что те, кто следит за творчеством Эдуарда и Олега, пожалуйста, обновите ссылки. В конце концов, мы тоже перейдем, но я бы подождал, пока они русифицируют WebEx. Соответственно, вот тут большое на 500 человек. Вот такие, вот такие пироги. Всего доброго. Удачный сделок, удачных торгов. Увидимся с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok